В семье большого кроссовера Porsche случилось долгожданное пополнение. Между моделями Cayenne S и Cayenne Turbo ожидаемо вклинилась драйверская версия GTS. Под капотом 4-литровый битурбомотор от исполнения Turbo. Правда, для младшей модификации этот двигатель заметно дефорсировали. Зато именно версия GTS должна стать самой драйверской. Её отличают уменьшенный клиренс и адаптивные амортизаторы, а также электронно-управляемый задний дифференциал. За доплату предложена пневматическая подвеска, активные стабилизаторы и полноуправляемое шасси. Плюс можно заказать более производительные тормоза. Из визуальных особенностей перечислен чёрный декор кузова и комбинированную отделку салона. А вот крупные патрубки выпуска по центру бампера – опция. Российские цены уже известны, но поставки машин начнутся через несколько недель. В продажу одновременно поступит не только Cayenne GTS, но и версия купе. Особые версии серийных моделей не только хороший повод для пиара, но и способ поддержать связь с миром коллекционеров. Специально для них предназначено семейство спорткаров Porsche Heritage Design Edition. По замыслу машины будут навевать воспоминания о 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах. Из четырёх задуманных моделей одна уже готова. Porsche 911 Targo 4S с тематическими наклейками на вишнёвом кузове и золотистыми шильдиками. Как раз об эпохе 50-х и 60-х. Подразделение Porsche Exclusive Manufacture выпустит 992 экземпляра по индексу кузова актуального поколения 911 модели. Технически эта машина не отличается от серийной Targo 4S. Трёхлитровый оппозитный турбомотор сочетается с 7-ступенчатой механикой или 8-ступенчатым преселективным роботом. Специально для коллекционной версии придумано двухцветное исполнение салона с вельветовой обивкой, стилизованные под старину циферблаты, приборные панели с зелёной подсветкой и алюминиевые накладки на порогах. Заказы на коллекционную Targo уже принимают. В России такая машина стоит 12 миллионов 473 тысячи рублей. То есть почти на 2 миллиона 700 тысяч дороже, чем стандартная полноприводная Targo 4S. У дилеров автомобили появятся осенью.